итак всем привет и с вами снова я михаил шинов автор проектов 3w budushin.ru 3w budublog.ru и 3w makevara.ru март до 6 число но никак не хочет отпускать нас зима как уже шутят проживи три месяца зимы и получи четвертый подарок натуральная зимняя дорога даже зимой не вся такая была снежная сегодня я хочу рассказать вам об одной мастерской методики при работе на макеваре это моя методика разработал ее так основательно со всей методологией я хотя может эмпирически кто-то где-то как-то до этого доходил но упоминание об этом вообще нигде нет абсолютно вот в чем заключается методика методика заключается в том что макевара сделанная по типу макевары камертон или макевары мбша то есть та которая имеет и боёк и сзади имеет отбойник это все из себя составляет одну единую конструкцию она еще закрепляется на не не под не на неподвижный какую-нибудь основу типа дерева стены столба бетонного а на подвижную в каком плане подвижную на такую значит опору которая сама еще которая сама по себе пружина хотя бы немного но смещается как бы немного это не пол сантиметра имеется ввиду на несколько сантиметров то есть если привязать макевару либо камертон или мбша и начинать давить на боёк то будет вот изгибаться и боёк и та основа на которую закреплено то есть вообще по сути это может быть вертикальная доска в виде пружинища толщиной в 3-4 сантиметра или толще ну все зависит от того на какой макевару работать но если это камертон садоска вертикальнее может быть потоньше а если это начнем большая маленькая макевара то это может быть груз и потолще я ничего не перепутал именно так вот значит в чем собственно говоря суть а суть заключается в том что пружинища свойства этой опоры они фактически должны быть неким плане ски сопоставимы по размерности с пружинища сутью байка может быть чуть чуть поменьше быть чем самого байка макевары в чем же суть а вот в чем то есть если на макеваре закрепленные неподвижно отработки набивки постановки все нормально то на мастерском уровне подготовки требуется еще объективный критерий для того чтобы оценить резкость и скорость удара пробивного то есть удара идущего на глубину визуально так оценить это значит одно нужно всегда объективный критерий объективные мерила да пусть даже не выражение количественно но чтобы можно было иметь в виду в единицах но чтобы количественно можно было прогресс оценивать вот и поэтому что дает такая неподвижная вернее упругая опора для макевары а то что если бить в макевару медленно то боек до отбойника будет невозможно добить я говорю еще при том условии что пружинистость байка должна быть сопоставима с пружинистостью опоры на которую закреплена макевар вот если удар будет медленный что допускается и при набивке и при постановке техники в основном для укрепления поверхности ударных а при постановке для развития жесткой конструкции то когда уже тренируется все это в совокупности это все в совокупности уже есть требуется еще нарастить скорость вот тут бить надо конечно быстро и резко и вот эта конструкция она заставляет бить очень быстро если удар будет медленнее особенно и типа нарастающий то есть с разгона и увеличивающий свой темп к самому концу лишь удара то не добивается до отбойника боек потому что половину силы пожрет и пружинистость ну это сам и пружинистость вот этой вот то есть опоры она сожрет половину пружинистости а если удар будет достаточно резкий то инерции самого предмета и жесткости и опоры достаточно будет для того чтобы боек до отбойника дошел ударился и только потом уже от воздействия байка на отбойник стала гнуться опора сама вот таким вот образом очень хочется вот именно поэтому становится понятно почему для макевары МПШ требуется опора жесткая и толстая для того чтобы инерция у самой макевары маленькая ну макевары маленькая она легкая она 6 кг всего в 60 и поэтому если будет очень вот эта вот на которую скрепится макевара гибкая то никогда нельзя будет отбойник никогда нельзя будет сам байок добить до отбойника в принципе вот поэтому это должен быть довольно толстый брус попружинищный и наоборот макевары камертон она инертная сама по себе то есть инерция достаточно велика и поэтому ее можно крепить на основу тонкую не то что можно а нужную чтобы чувствительность этой основы была достаточно высокая чтобы как только вы начали если удар чуть замедлится то она начинает изгибаться сразу вот такие пироги так что эта вот эта методика мастерская то есть она может быть использована только на очень высоком уровне подготовки на очень высоком когда уже все есть и есть набитые ударные поверхности и застабилизированные крепко ударная часть и звено все ударное стабилизированное и крепкое а также когда поставлен удар хороший то есть и правильная дистанция и правильный прыгок и на мишень все когда вот тогда можно только скорость наращивать только в этом случае тогда можно применять эту методу кстати замечательно в совокупности работают макевары камертон и макевары то есть на боёк макевары камертон настроенный на самую высокую нагрузку крепится то есть МБШ и идёт работа то есть МБШ на самую лёгкую настройку всё получается великолепная вещь всё прекрасно работает но это как вариант вот так что если вы когда-то достигнете уровня такого что у вас будут очень хорошо подготовленные руки и замечательно поставленный приём и так как вам это кажется или так я попробую а это будет объективно то есть это всё проверено будет в макеваре в том что вы за долгие месяцы работы ни разу не подвихнёте руки при работе при работе головными руками на мешке и на макеваре и собьёте руки вот ну тогда уже можно пробовать собственно говоря начинать если вы конечно регулярно работаете на макеваре потому что у вас травм конечно не будет если вы не будете работать на макеваре вообще вот тогда можно попробовать эту методику я не рекомендую её пробовать с тем адептом кто работает на макеваре менее 5-10 ребята призывал на макеваре на макеваре как сидим ё 4 разви 4 5 Продолжение следует...